Всем привет! С вами я Катерина и в этом видео я покажу процесс раскрашивания портрета Палумны Лавгуд из раскраски Гарри Поттер, Волшебники и где их искать. Я старалась раскрасить этот портрет максимально реалистично, насколько я могу. Итак, на экране представлены все материалы, используемые при раскрашивании этой иллюстрации. В основном я использовала карандаши Prismacolor Premier. Если вас интересует только процесс раскрашивания самого лица, то вы можете перемотать видео до момента, указанного на экране. А я начну раскрашивание с фона, располагающегося внутри круга, позади нашей героини. Все используемые оттенки будут появляться в всплывающих подсказках на экране. Когда цвета будут часто повторяться, подсказки появляться не будут. Итак, я начинаю с вот такого фантазийного фона, но очень сияющими элементами. А я пока раскрашиваю границу круга. Для нее я просто брала оттенки от темно-синего до нефритового-зеленого и светло-голубого. При этом я расставила блики посередине каждого сектора границы и маскировала черные линии белой ручкой. Вот эти редиски по краям, которые, как я подозреваю, должны были символизировать сережки и редиски полумны, я решила не раскрашивать в розовых оттенках, а сделать нейтральными для всей иллюстрации в золотом цвете, чтобы они не бросались в глаза и не перетягивали все внимание на себя. Сам фон окрашен в синий интига и черный цвета. При этом от звезд будет идти свечение. Его я достигаю так же, как в моем видео с неоновым эффектом, то есть распространяю сияние градиентом, доводя самый светлый оттенок до границы звезды. Саму границу закрашиваю белой ручкой, а звезду окрашиваю светлым оттенком. У меня здесь два вида звезд. Одни голубые, другие желтые. Процесс их раскрашивания есть как в начале видео, так и в конце. Те, что расположены по углам картинки. Также здесь изображен еще один предмет, принадлежавший палумне. Это ее спектрально-астральные очки. Я также решила отойти от стандартной окраски этих очков, которые предлагают нам фильмы и книги. Я решила, что будет лучше, если я буду соблюдать заранее подобранную мной красивую цветовую гамму в желто-синем сочетании. В сами линзовых очках я окрашиваю не просто однотонно голубыми оттенками, а оставляю диагональные незакрашенные линии, подчеркивая фактуру стекла. А белой гелевой ручкой я стараюсь замаскировать черные линии раскраски и еще раз подчеркнуть источник света. А также украшаю белыми точками, расставленными хаотично, саму оправу очков. Затем приступаю к зайчику. Он здесь также изображен неспроста, ведь заяц это патрон у спалунны. Честно говоря, я не знаю, как выглядят зайцы сверху, и даже не смогла найти подходящий референс, поэтому раскрашивала его наугад, сначала наметив желтым цвет от звезд, а синим участки с тенью. И затем уже дорабатываю и добавляю шерстинки так, чтобы линии раскраски стали незаметными. А кролик стал более пушистым, чем первоначальный вариант. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаю раскрашивать фон внутри круга, на этот раз раскрашиваю желтые звезды. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь я уже частично раскрасила фон снаружи круга черной гуашью. В конце видео я также покажу процесс раскрашивания оставшегося участка, а пока продолжаю раскрашивать оставшиеся детали внутри круга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, приступаю к раскрашиванию лица Полуны. У нее серые глаза, радужку глаз я не закрашиваю однородно, а больше цвета наношу в левую часть каждой радужки, а справа оставляю блик. Также по контуру радужки цвет будет более темным. Сам белок глаза на самом деле не совсем белый, и на нем тоже нужно указывать цвета тень. Просто представьте, что глаз это шар, а также нужно наметить на нем тени от век и скрыть линии раскраски. Далее я буду раскрашивать кожу. Я использовала почти все телесные оттенки из набора Prismacolor, а также светло-голубой для кожи. Здесь лучше следить за всплывающими подсказками, я долго трудилась, чтобы все их добавить. И еще я ориентировалась на референс, то есть фото по Луме. Таким образом подбираю тон и расставляю тени и рефлексы. Если вкратце, основные места, где у меня идут тени, это лоб по контуру возле волос, и где прическа должна оказаться пышнее, там также от волос будет падать тень. Затем тень идет от начала бровей и вдоль носа, а также внизу под носом, где расположен ноздрень, а сам кончик носа должен быть с бликом. И еще он будет немного розовее, чем основной тон кожи. Также немного румянца можно добавить на щечки. Далее тень идет по контуру лица, под губой, а над верхней губой наоборот идет блик. Но не забывайте об освещении. В любом случае я могу посоветовать только подбирать наиболее подходящий качественный референс и следовать ему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шея у моей героини расположена в тени И поэтому здесь я использовала более темные оттенки. Далее я раскрашиваю волосы полу на блондинка и раскрашиваю волосы. Раскрашивать блондинок на мой взгляд наиболее сложно. Главная сложность это многочисленные черные линии, которые надо каким-то образом замаскировать. Я использовала белую ручку и пыталась после того, как она подсохнет, рисовать по ней мягкими призмами. В итоге что вышло, то вышло. По цветам здесь я ориентировалась на окружающий фон и добавила рефлексов от синего ночного освещения, расположенного сзади и по бокам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА